добрый вечер приветствую всех на ул сайт онлайн и экспирация многих фьючерсных контрактов наступила готовимся к осеннему периоду декабрьский контракт уже на многих инструментах в полной ликвидности идет особенно на зарубежных рынках и на заставке вы сейчас видите рейтинг полностью по семье вот сейчас допустим по ford и отдельно по некоторым инструментам евро в снп ртс и рубль сейчас по новостям пройдемся и потом отдельно по рейтингу немного затронем результаты и так на этой неделе сегодня было решение по процентной ставки российской федерации все-таки понизили процентную ставку теперь 10 процентов и это неплохо для бизнеса дешевле кредиты ну в общем должно сказываться позитивно на динамике для фондового рынка как минимум также отчитывалась британия по индексу потребительских цен хуже ожидания но в принципе на том уровне как и прошлый счет также швейцария оставила процентную ставку на том же уровне и британия соответственно тоже вот на следующей неделе из важных событий это 21 число поставьте себе напоминание в смартфоны заседание федеральной системы по решению процентной ставки об этом много сейчас говорят и обсуждают на биржевых каналах ну волатильность как минимум обеспечена а там уже по ситуации как будет принято не сегодня отчитывалась британия по процентной ставки на на неделе и так среда и еще вторник будет ну как бы начало заседания но сам 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 вот такой горячий момент будет в среду в 21 числа и четверг еще jobless claims по штатам на открытии биржи ну в общем вот эти два дня я думаю как раз в среду начнут создавать первый импульс на новом контракте декабрьском а в четверг уже добавит легко пройдет этот период либо будут выбрасывать всех из рынка то есть раскачивать волатильность и только в четверг уйду уже по направлению посмотрим попробуем главное будьте осторожны значит фонка в среду будет в районе 21 30 вот решение по просто на ставке в 21 00 и заседание начнется с 20 9 вечера и до власти двух я думаю они там будут находиться и будет это все очень комментироваться запасы сырой нефти также в среду в 17 30 что очень может сказаться на динамике инструментов ртс и прилегающие так решение по процентной ставки в новой зеландии не знаю кто торгует новозеландский но в общем возьмите на заметку даже там если будут сильные изменения по процентной ставки может цепочка взаимосвязь глобализация рынка очень тесная это может отразиться и на остальных валютных фьючерсах и так вот такие события нас ждут на следующей неделе сегодня как и обещал прошлый раз мы захватим еще и сбербанк и газпром и чуть больше уделим времени валютным фьючерсам и нефтянки так что итак по рейтингу это был летний период поэтому немного меньше было участников допустим на ford всего публично торговали но сто тридцать пять кажется трейлеров вот из них где-то я даже записал ну в общем достаточно огромное количество закрыли в период в положительной зоне как видите в дизель фана угле целых два первых места занял это по тотал пионель процентном соотношении естественно были небольшие ну как бы просьбы не нарушать правила открытие там сделок в первые минуты еще будут решаться на ну допускаются к бонусам участники либо же но рейтинг как бы вот пока в таком состоянии то что есть вот по тотал пионель ну я думаю что дизель точно заслужил почетное место так как там очень много трудов было сделала как видите по обоим счетам в порядка 170 открытых и есть трейдеры которые новенькие неплохие показали результаты есть талантище которое я думаю некоторые уже даже наблюдают за их деятельностью это рейтинг сейчас по цемьев ганди мак макао фактически там честно заслужили у них серийность просто отлично ну вот звездочки в разные стоят напротив трейдеров которые неплохо торговали у которых хорошая серийность и ну заслуженно в общем даже если у них не первые места там не топ-3 там даже 10 12 место но достаточно неплохо работали чем напротив них какие-то идут обозначения в любом случае можно будет потом на следующем волстри онлайн отдельно по каким-то сделкам пройтись выделить ну я думаю вы в этих трейдеров уже неоднократно в наблюдали в рейтинге есть конечно новый трейд за x кстати получил звездочку как бы за интересный такой подход к торговле как видите по ford скиса на четвертом месте cyber фонд неплохо поработал на рубле вот у него четвертое местечко но серийность просто отлично раньше он торговал очень много и часто сейчас вот 11 сделок и все аккуратненько чин чином жить и 25 тоже вот заслуженно получил второе место и ну в общем не поленитесь зайдите на автофоллоу дэск кликая на ник трейдера откроется окно просмотра этих сделок вы сможете посмотреть и сделки то есть абсолютно прозрачный рейтинг и никаких там нет такого что нельзя посмотреть а что же действительно трейдер на инструменте какие были сделки там можно посмотреть ордера в какое время даже то есть все на графике отображается даже вот алекс 0 1 попал в четырнадцатая строчка терпимая серийность вот значок студента еще поставлен вот если так даже пробежаться по плюсовой отрицательной позиции то ну первая двадцатка серийность неплохая то есть есть конечно очень крутые работы и на и подход но в принципе как видите не серийность не ниже 5 из 10 то есть допустим если 13 сделок 9 плюсовые 4 отрицательные это неплохая серийность то есть и либо же вот дизель пятое место 303 сделки 129 плюсовые и 172 отрицательные но у него неплохо получается сопровождать триллионов йен хохох дают японцы так очень много просматривал сделок и даже хотел каких-то трейдеров особенно выделить за технику четкостью и все так смешалось сейчас даже не вспомним можем потом уделить время если останется сегодня любая еще на следующем волосы онлайн вот уже официальные результаты по рейтингу и награждение бонусами на нашей компании талантливых трейдеров будет уже на следующий волосы то онлайн вот поэтому приходите еще небольшой такой анонсик в среду будет открытый вебинар на бирже моек с школа московской бирже тема будет дисбаланс дельта все что с этим связано его буду вести я абсолютно открытый вебинар и регистрацию вы можете пройти на моек сайте биржи там есть ссылочка на саму школу и там будет не пропустите точнее в любом случае заметим так да и smart volume трейдинг уже второй набор будет открыт в октябре это курс который длится полгода и можно получить неплохое образование и попрактиковаться хорошо изучить объемный анализ кстати алекс 0.1 это как раз из первой группы начнем снп в любом случае захватим нам необходимо зафиксировать уже финишные такие уровни а 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 и а что вот в сентябре достаточно много отчетов и решений по процентной ставки потом 18 числа выборы парламентские у нас и в октябре там штаты выборы в общем насыщенный будет декабрьский контракт я думаю рынок может достаточно сильно качнуть и создать хорошие среднего масштаба тренды либо же на весь контракт как например в шорт уйти в поиски было бы замечательно так давайте сейчас возьмем весь контракт по текущий день уже программа перешла на декабрьские контракты где уже ликвидность сентябрьского вот эти ушла еще на этой неделе и так как я обещал будет волатильность не предпоследний так последнюю неделю так кому и произошло неделю была достаточно такая неспокойная и те кто просто были в кэше наблюдали за этим безумием правильно сделали так площадка 74 84 тут и топ за контракт даже можно немножко подтянуть вот 75 85 и 2 по важности и значимости площадочка идет до 70 с и 55 мы выделим так в отдельном в принципе плотно с 55 по 85 30 долларов ну как видите порядка 60 процентов контракта провели как раз в этом диапазоне то есть похожая картина была перед обвалом 1008 тоже сэнпи все лето простоял в такой очень неподвижной массе и вот надо будет кстати посмотреть схожесть моделей но вот прям пол контракта точно было вот в одном таком жестком флайте вспышки ликвидности и поддержка у которого было 23 06 и продолжалась до 30 числа здесь необходимо зафиксировать потенциально возможный уровень поддержки со стороны байеров в текущем контракте эти уровни мы переносим на новый контракт и будем отталкиваться пока не сформируют на новом контракте свежие массивы из которых будет котировка рынков торговаться то есть я думаю как раз вот 21 22 в следующий четверг уже до формируют первый массив и с него начнут первое движение рекомендую не пропустить все так как это самые такие ценные массивы которые состава контракта переносит объем на новый и эти размещения могут на месяц на три недели дать такую однонаправленную динамику можно уже в начале контракта как минимум подушку себе создать и потом уже спокойно работать до декабря значит здесь давайте более плотно возьмем 90 по 2070 тоже уровень поддержки и на текущий момент сейчас у нас вот скачок ликвидности уже но здесь клика двух контрактов поэтому лучше отдельно смотреть новом контракте ликвидность для более четкого и правильного отображения данных так вот коридор который осваивают на свеженькой котировки декабрьского контракта и давайте лучше его такси чтобы ярко было вот да кстати еще есть такая интересная даже не новость просто мы сменили дизайн сайта теперь он обновленный после волосит онлайн если будете смотреть как он изменился пока он еще немножко есть маленькие недоделки то есть там если найдете какие-то погрешности незамедлительно напишите на почту если вам не сложно за всеми не уследишь поэтому будем очень благодарны так ну в общем поиски на текущий момент 2000 здесь разворачивали прошлый контракт коридор на 20 15 по 19 86 в качестве поддержки это первый такой номер один второго класса поддержка здесь ликвидность не такая была агрессивная но пока еще не провели этот уровень и могут здесь потенциально еще создать поддержку на декабрьском контракте хотя бы даже временно и сопротивление он же в массив максимальным объемом за контракт весь этот коридор смело пока выделяем в качестве сопротивления более плотно 70 по 85 ну и начнется вполне может начаться защита с 55 присмотритесь возможно будут все таки не пускать выше и на этом рост с нп по крайней мере на ближайшие четыре года будет под вопросом опять же будет решение по процентной ставки повысит понизит я как-то уже говорил что на перед выборами изменение такое серьезное повышение процентной ставки не думаю что такое именно от сделают на фрс хотя чем предсказуемее ситуация тем она и опаснее так декабрьский контракт вот так вот начали на с нп и пока вот дельта на пятница нулевая но четверг был за байерами сейчас и фильтры включу как видите каких-то определенных и сверх мощных коридоров по дисбалансу практически нет вот эти два дня но 20 42 по 46 в транспорт числа отличился уровень включен дельту вот ну вот до среды будет волл-стрит ждать решением просто на ставке это само собой поэтому либо раскачивать будет либо очень плотно неуверенно стоять до самой среды а там уже под фонку все это дело аккуратненько расшатают открытый интерес нет смысла смотреть там все только набирает показатель обороты текущая неделя площадка штаты практически в одну и ту же точку биле 20 и 18 по 2130 так чтобы ровненько 29 если так а вот соответственно и пятница болтается возле видо было писали не завершено и то есть четко какие то м направления как бы не не показывают еще но площадка она уже просматривается неплохо 4 сессии даже вот 5 в этом коридоре плотненько поработали на снпс сопротивление 2152 по 2150 и вот еще один левел и 44 по 39 более плотно я бы взял 42 по 39 что там прямо на самом максимуме не так уж и многое было гипер поддержки вернее гипер поддержки вернее сопротивление то есть слишком очевидно перед выборами инвестора будут выводить перестраховываться хеджировать все что угодно лишь бы сберечь сберечь свои запасы вот и из фондового будут вытаскивать и куда нибудь перекладывать более безопасное место у всех у всех она разная кто-то в золото кто-то в облигации кто-то еще фрисковые какие-то инструменты кто-то под подушку но в любом случае это отразится на и индексе афиев нужно это учитывать просто так не сдадут этот уровень и это реакция большинства будет предсказуемой индекс ртс на склейке здесь два контракта сейчас вы видите начало сентябрьского контракта и вот уже идет 15 16 декабрьский контракт 92 плотное скопление ликвидности по 90 смело берем как важный диапазон как ориентирный то есть если будут стараться на новом контракте не пускать ниже этого коридорчика на рост есть шансы и еще какие соответственно должна помочь еще нефтянка ну я на самом деле михаил стараюсь политику там все так сложно запутано и все равно никогда не не узнаешь истины поэтому стараюсь не не особо даже вникать чтобы не тратить энергию на такие вещи ну за комментарии спасибо кстати подписывайтесь в google плюс закрытая группа волосит онлайн там можно делиться своими взглядами на рынок прогнозы анализ обсуждать какие-то стратегии наработки там пока где-то 200 подписчиков но они стесняются либо нет времени принимать участие ну в общем 94 597 это уже с новым контрактом здесь и максимальный объем за прошлый контракт из ключевых уровней так как здесь две с половиной недели были даже три поддержка на 94 500 по 95 она себя оправдала массив которые сформировали за неделю как раз в начале августа сбросили по 100 полям и обновили максимум выход за сотку конечно приятно ликвидность тоже сопутствующая была и пока вот видите в 16 число не падает это хорошо политиков ну не спорил в принципе ну как-то усложняется как по мне мир с этой политикой не знаю политика ничего хорошего светлого и позитивного даже не припомнится обычно ругаются все что-то там делят и в итоге страдают другие люди этой политики ну понятное дело что нужно хотя бы ориентироваться так сто по сто восемьсот это с прошлого контракта там максимум максимум был ну захватим на мониторинг и здесь технический анализ прям даже у меня может получиться провести так уровень поддержки кстати кто еще не знал все таки появилась возможность ну хотя бы такие простые фигуры как линия квадрат добавили мы в терминал я бы даже вот так взял правильно итак правоудаленный восходящий канал защита все было отлично до нового контракта здесь отработали поддержку здесь также отработали хороший массив и выполнили ну свой ход по сотке восемьсот и новый контракт открывается как раз вот на таком пиломном уровне то есть будет пробитие девяносто пятой и затем такой коррекционный момент подойти новости фонки выборы причем кстати в понедельник может быть опасное открытие на бирже поэтому осторожнее если на вакадмин ставили открытые сделки в принципе вполне может быть почему бы нет появляется ликвидность на инструментах сейчас мы еще господь бирбанк рассмотрим тогда можно будет уже финиш на подвести черту по поводу роста любых снижения опять же все зависит от политики в любой день в любой момент может что-то поменяться и санкции еще какая-то политическая игра и в панельник открытия может быть волатильным очень а то может даже быть с и на выходных вроде выборы парламент в восемнадцатом вы не не видели никогда из-за политики волатильность когда буш уходил с престола американского вот начался обвал в тысячу восьмом году на фондовом рынке пожалуйста такая волатильность была три шестерки на СНП увидели даже стоимость ладно будем дальше и так ключевые локации это очень уверенная твердая массивность на максимуме контракта удерживали две недели и если они не пустят ниже это будет достаточно так хороший показатель на поддержку и работу байеров далее сейчас мы на кластр чарт возьмем итак так как сделки на декабрьском контракте сейчас по большей степени открываются со старого переносит закрытые сделки на новый и то есть дельта по сути чистая на открытие есть там уже конечно уже и добавки разные фиксации других каких-то маневров но сразу стоит выделить коридор 97 500 98 600 на предмет сопротивления тут и 9 числа и также добавили 13 еще вроде 98 8 я предупреждаю что может быть опасная волатильность я не говорю что я знаю что она будет сто процентов волатильность на понедельник может быть просто из-за каких-то новостей даже не по средства массовой информации я не доказываю не убеждаю просто предупредил может кто с открытой позиции останется на выходные поэтому не нужно так сильно не берите сильно к сердцу если вы считаете что не будет то так и будет значит ну дельта как видите на новом контракте пока на ртс на стороне селлеров и но она не аномально то есть не зашкаливает есть и побольше дельта за сессию ну я думаю что как раз понедельник а лучше даже к среде созреет уже будет хорошая площадка и с него под волатильность фонки будут заходить ну вот так выглядит новый контракт свежий с каждым днем прибавляется на открытых сделок но такой уже более рабочий наполнение наполнение рынка рабочего уже вот только сегодня появилась в районе так средне взвешенной активности относительно прошлого контракта она чуть выше была но уже допустимая для работы для торговли интро да и среднесрочным так это у нас ртс за эту неделю чисто декабрьский контракт ядро вчера сегодня сформировали так как ликвидность на новом контракте буквально вот как два дня появилась 95 800 96 400 закрытие к сожалению было на минимуме за эти два дня и принципе на минимуме недели ну это не особо страшно опять же ликвидность в большей степени начинает проявляться только на открытии штатов ближе к открытию американской биржи что смещение ориентируем сместились то есть раньше было на открытии биржи в десять утра основная массивная ликвидность оборотов были там до обеда падали потом чуть-чуть еще была вспышка на штатах сейчас видите уже два дня только ближе к америке начинает настоящая ликвидность появляется поэтому там где больше ликвидности там и большая вероятность сильного движения расширение коридором и 96 650 уж больно примелькалась на фильтрах как сопротивление и вчера там закрыли день и сегодня даже отработали этот уровень протестили даже ночную сессию массивность ну 96 650 можно даже алерт на него поставить куда бренд согласен но что поделать пока вот ориентирная нефть обязательно ну и переходим на непосредственно фондовые две газпром и сбербанк рассмотрим возьмем масштаб опять же диапазон сентябрьского контракта ну летний период квартал такой выделим важные уровни по этим так как это очень объемные акции в индексе без без них никак нужно с них сначала поискать активность крупных участников и за лето популярным был коридор 137.8 142 здесь даже без особо точных данных объема сделок можно установить топовый уровень 137.8 142 достаточно плотно здесь две недели здесь две недели тут одна неделя ну в итоге порядка нескольких месяцев даже не месяцев месяц полтора провели только вот после 139 соответственно как базовый ключевой важный уровень взять на заметку и на 140 с половиной можно ставить алерт при достижении которого нужно позиционные покупки взвесить и еще такой промежуточный уровень поддержки даже на 141 вот этот массивчик на 144 там порядка было трех сессий но они были такие нечестно я их называю когда волатильность меняется четыре сессии или пять подряд одна сессия меняет направление буквально же на следующий день что в принципе вот здесь и произошло раз потом меняют на продажу потом уже расширяют на покупку снова расширяют на продажу и когда уже все устали только потом пошли соответственно где деятельность там была манипулятивная и возможно те кто там работали могут еще показать на что способны 145 143 и 5 коридорчик на предмет поддержки попробую попробую сейчас и здесь отличиться по черчению вот такой у нас ориентир по равноуделенному восходящему каналу поэтому есть вполне место горизонт на корректировку уровень 141 если даже не пустят до 141 и будут хорошенько поддерживать на уровне 144 143 это даже дополнительный плюс к подтверждению наличия байеров на рынке и соответственно движение котировки ожидаем к 100 сколько там 160 давайте посмотрим за кулисы происходящего по дельте так с 135 в принципе честно ушли до 145 и сверх аномальных таких гипер объемов на шорт так и не появилась буквально вчерашняя сессия немножко могла испугать по дельте уровень ликвидности стандартный без каких-то аномальных всплесков хотя бы даже сравнивая с июнем эти две даже три активности создали неплохую площадку для дисбаланса на спрос и на расширение 140 не 140 сори 141,5 вот немножко приложили две сессии усилий по ликвидности сейчас пока идет рабочая либо спокойная ликвидность без аномальных всплесков то есть наличие крупного игрока пока не наблюдается возможно он также ждет среды соответственно корректировка в уровень поддержки 144 и хорошая ликвидность соответствующей дисбалансировка на покупку могут показать защиту уровня если откорректируется до этих цен это еще допустимо то есть вполне нормальная корректировка желательно чтобы не ушли ниже массива который мы выделили по классу профайл что вы его нужно делать все и все что не Также взяли лето с 1 июня по текущую торговую сессию. Выделим наиболее объемный коридор. Здесь ядро состоит из таких двух массивностей. Я бы их даже разделил, потому что здесь, к примеру, где максимальная цена, вот 139, три таких хороших массива. Вот этот массив, он сформирован как бы на попытку реверсировать маркет, хотя без такой резкой динамики с объемом. Поддержку, которую сразу на гистограмме вы можете заметить, 135, 135,6, фиксируйте, тут она не помешает. Вот видите, тут прям здесь реверс был еще куда ни шло. Здесь две недельки не пускали и пока «Газпром» находится на этих уровнях. Разделяем 139 по 141. Более плотно и объемно проторгованный коридор. Здесь уже второй по значению, но также не стоит его упускать из виду. Как цепочка массивов, если будут удерживать, то 137, 136, желательно они ниже. Могут, конечно, прокинуть до 133 и, возможно, даже ниже, чтобы уже финишно убедиться на сброс топорей. И сопротивление на рост у нас в районе 143, обратите внимание, как очень оперативно и ликвидно там поработали буквально недавно. 6 и 7 числа. Этот уровень на сопротивление. И в понедельник-вторник, я думаю, будет уже понятно по целям. Дельту мы сейчас посмотрим. Итак, то, что здесь прошел 2 дня скачок ликвидности, это как раз 144, 136, чтобы толкнуть котировку и расширить диапазон, ликвидность нужна. Это произошло и достаточно хорошо. Возврат на 139, там, понедельник-вторник, как раз подтвердит защиту. 33 по 34 и завершит модель снятия стопов. Даже в таком масштабе они есть. И останется только дождаться, когда же все-таки расширят за 144. В случае пробития коридора 135 по 134, сценарий на покупку лучше повременить. Пока рынок не просядет на достаточно такой процент, чтобы начали появляться интересующиеся акции Газпрома. Дельта. Как раз вот эти две сессии, которые были ликвидные. Полтора миллиона дисбаланс на стороне байеров по Газпрому. И на следующий день, 7 сентября, полмиллиона, это дельта только. Итак, посмотрим по перевесу уровня. И мы сейчас чуть-чуть поменьше шрифт сделаем, чтобы помещались все данные. На самом деле, ClusterChart не такой черный, темный по умолчанию. Просто, когда находишься очень много времени у 8 мониторов с такими яркими картинками, начинают болеть глаза. Такие все черные фоны в основном использую, чтобы не сильно уставали глаза. Итак, дисбаланс 6 сентября. Вот у нас есть 770 тонн. Потом здесь миллион. Это в районе 143,5. Вот оно. 143, извините. Потом 700 тонн. Вот они у нас. 141 активность. 260, 220. И полмиллиона еще было на 137,5. Ну, неплохо. Они там... 142,5,700 тонн. И 600 тонн на 142. Ну, в общем, 7 числа плотненько поработали. Коридорчик очень-очень-очень сильный. Плотненький, ликвидненький. Здесь, в принципе, было сопротивление какое-то у селеров. Но практически весь коридор тут победа у байеров. В большинстве... Буквально пару цен спорная. Так... Давайте я оставлю такую раскраску сейчас. О! Это в уровне, где были активны байеры. По селерам здесь необходимо зафиксировать пару цен. Здесь по полмиллиона 380,490 прошло. 140 по... 138,5... Вернее, 139. На всякий случай возьмем... Будем мониторить. То есть, как только увидите, что здесь коридор не пускают. Очень как-то так ликвидно встречают котировку в этих уровнях. И отбрасывают обратно на снижение. Ну, раз, два, три, четыре сессии. 139,5. Видимо, кто-то толпу собирал на снижение. Дельта есть, но не зашкаливает, не аномально, собственно, как и ликвидность. То есть, вот это снижение не особо питает огромной симпатией. И инвесторы не сбежались все сразу покупать. То есть, есть ликвидность, обороты есть, так как волатильность они раскачали, она поддерживается. Но в случае возврата в 139-140 на хорошей дельте, на хорошей ликвидности, потенциал на расширение 143-й есть. Если не возвращаются на следующей неделе, там, вроде среды 4-го, 140-й, вот, нужно аккуратнее с покупками, потому что это крайне важная ликвидность. Ну, нужно на расширение вспышка, вот как здесь, видите. Причем тут две сессии, а в идеале, так, под недельку где-то примерно. Так, это был Газпром. Идем дальше. Да, ну, 141-й это такой промежуточный этап, еще он, 130-й, 143-й, край уже контрольная точка. Но, 140-й, там, желательно, чтобы котировка вернулась, потом только уже искать менее рисковую точку входа на АБАЕ. В идеале, конечно, и за 144-й стоило бы подождать. На хорошей ликвидке, с такой динамикой по нефти соответствующей. Так, по... Совсем забыл. По вот этим последним трем дням, полмиллиона буквально, вот, против 750-ти. И больше каких-то существенных перевесов, кроме вот этих селлеров, да и нет. Действительно, процентности, вот, вчера как раз 24% была ликвидность с перевесом. И 9-го числа тоже за 30, зашкаливаю. Поэтому, на вот эти сессии внимательно рассмотрите там всю массивность и активную ценовую шкалу выделить с такими массивами на стороне селлера. Рубль. Вот рубль, за ним будет евро, фунт. Ну, я стараюсь в таком же, в одинаковом порядке всегда смотреть инструменты. Начиная с S&P, идет ряд индексов, потом идет валютный фьючерс. Первый это рубль и блок валютных фьючерсов. И потом уже золото и нефть. Ну, нефть и золото в конце. То есть, традиции не меняются уже 5 лет. Так, рубль. Ну, вот у нас новенький контракт. 3 миллиона вчера оборот и 2,700 сегодня. Как видите, тут такой коварный уровень 3 шестерки и в этом коридоре они, в принципе, эти два дня и простояли. На что стоит обратить внимание, это дисбаланс вот этот на переходе. Видно, да? Теперь хорошо видно. 66, 65, 500, такой гэп невозможно не заметить. И на фьючерсных рынках частенько может быть открытие нового контракта немножко не по тем ценам. Значит, важная локация на сопротивление. Защита селлеров может пройти 67, 350, 67, 800. И в начале контракта там отключились. Сразу пошел дисбаланс. Даже были попытки сбросить всех-всех-всех, кто стоит на шорте с 68-й. И двухнедельная защита этого коридора. То есть, ну, уровень значимый и его в любом случае стоит зафиксировать. Поддержка, которая уже в третье проверена и защищена. Первую недельку здесь в районе середины лета сформировали такой хороший дисбаланс. И последующие два тестирования также не затягивались дольше недели. Сказать, что прям сверхволатильных объемных защит здесь не было. Ну, или это, в принципе, легче уровни удерживать. Ну, сам факт гэпа наталкивает на А, могут его закрыть. То есть, 65-500 мы увидим там на следующей неделе, либо там в течение двух недель. И потом только пойти на рост. Либо же такой вот маневр создали для выброса по стопорям. И в первую очередь нужно по рублю уйти за 64-800 и 65-550. То есть, такой стратегически важный уровень. Тут весь контракт на самом деле простояли. Кроме вот этой активности двухнедельной, большую часть простояли просто в этом коридоре. Небольшие отклонения относительно 65-й и 66-й входили буквально там на недельку-две. То есть, первое, это важный коридор 64-800, 65-500. Проходим этот диапазон, уже легче будет. Но у нас еще, скорее всего, на госуровне удерживают коридор не ниже 64-й. Это вот номер один на саппорте и сопротивление у нас 67-350, 67-800. На споте... Вчера был такой скачок до 4,5 и тут плотненько пятую сессию или четвертую подряд стоит... Томик. Поддержка. Соответственно, если вы ищете точку входа на бай на рубле, то вы эту поддержку должны удержать. Не пускай ниже. Итак, идентичную коридорность можно перенести на фьючерсный контракт. Ту активность, та ликвидность, которая там была, будет ее оставить как приоритетную. Так, идет сужение, сужение у нас волатильности. Ну как волатильности? В техническом анализе сужающийся треугольник или же флаг или... Ну, в общем, модель такого масштаба. На следующей неделе как раз решится момент вопрос, вернее, на рост будет расширение, либо же на снижение. То есть, для выхода из такого важного коридора нужно 63-70 по 64-1 пройти. Затем еще важный уровень 63 по 63-20. Это тоже могут здесь получить хорошую поддержку и снова вернуться в коридор. Желательно убедиться, что расширение массива ядра идет ликвидное и целенаправленное. То есть, нет там каких-то, ну, скажем, опасностей. То есть, вот по новостям, по внешнему фону, в принципе, и по нефтянке все указывает на расширение за 63. Должна быть ликвидность. То есть, расширение базы ликвидности будет чаще всего ложным. Если уходим за 66-ю, то там нас уже ждет... Вот такая площадка. Три шестерки. 67-10. То есть, расширение может быть и на покупку, и на продажу, но ключевым таким уже подтверждением будет 63-я или 67-я на сопротивлении. Так, дельту обязательно посмотрим. Значит, на рубли... 123 тонны прошло вчера суммарно за сутки. Ну, таймфрейм дэй. И давайте посмотрим, где львиная доля была размещена. Значит, коридор тут по сотке с каждой стороны, и асков, и бит размещали. Так, потом тут тоже все ровно. Тут 60-50. Только по бит и по аск значения. Там ликвидности больше, на самом деле. Ну, вот еще 50. И потом начинается снова такой приток ликвидности с этой ценой закладим. И вот по 90 здесь и заканчивается. Давайте выделю этот самый-самый ликвидный. Коридор 64-466-520. Тут больше всего ликвидности прошло в четверг, 15 числа. И два таких по пятнашке бросили прямо на самом минимуме. Сегодня уже 49 на стороне вайра. И тот же коридор, что и вчера. Тот же коридор. Вот 70-80 и 90-90. Тот же самый коридор. Соответственно, диапазон незаменимый. В 66-380 по 520. Я объединил два дня, два массива в один коридор. То есть, в идеале в коридоре здесь работать не стоит. Пока идет баланс, нужно увидеть непосредственно, кто пытается контролировать цену. Это выход за пределы этого коридора. Потом идут маячки первые, вторые и так далее. Массив 66-380 по рублю. 66-520 в качестве пока ориентированного ядра и важного массива. На споте. Томик. Тут достаточно так позитивно шли. С вопросом здесь. Немножко ушел лифт во флэд. Ну, по крайней мере, 289 сегодня на стороне Байера. И полмиллиона 9 и 13 числа было. Вот эти коридоры как раз отличились по ликвидности. Два дня проскакивали достаточно часто селлеры. 65-20 по 65-30. Так, евро. Так, я уберу эти отклонения, не вам мешают. Как видите, ликвидность пробежалась только сегодня такая, жесткая. И вертикальный массив 1241-1252. Обязательно выделить в качестве возможного сопротивления. Если все-таки передумают в понедельник на евросессии, к примеру, то, ну, как минимум, могут дотащить до среднеизвешенной полвида БВП, чтобы выровняться. Если же не пустят, даже не смогут пойти ликвидность, которую глушили селлеры прям с 12-20 по 12-30. Ну, там ликвидность уже стала поменьше. Ну, про вечернюю сессию. Поэтому вот отталкиваться пока только из этих расчетных данных. Давайте включим склейку. А это корреляция двух инструментов, поэтому сейчас я настрою быстренько. лимитность, и все вернется на круги своя. Итак, появилась ликвидность только сегодня на еврике, но в любом случае ориентироваться на старый контракт необходимо, и без него никак. Массивность в районе 12-66 по 12-20. Сейчас мы ее более точно выделим на классер профайле, но обратите внимание на, во-первых, ликвидность, которая была, сейчас точно дата, 26-ое число, 15 минут, вернее, час таймфрейм, 107 тонн за 1 час и 35 за 2. За период с начала июля, сейчас точно уже проверю, чтобы уверенно об этом говорить. Как видите, за период лета это самая крупная вспышка по ликвидке, и она была на снижение. При подходе к этому диапазону, вот как раз 12-77, идентичная, ну не вспышка, но реакция сразу произошла. Не на следующий день, но когда-то мы их разместили. Давайте посмотрим, что там происходит на дельте. На еврейке вот такая вот активность, были немножко селлеры. И вот аномально, ну как аномально, работают на стороне байеров из 1, 2, 3, с 5 сессий 3 были за байером. И вот вчера только 2 600 за селлером. Чтобы поменьше фильтров было, сейчас я тут немножко уберу. Тот импульс, который был на аномальном объеме, по дельте, обратите внимание, не крупный, но финал был за байерами. Тотировка шла вниз, а дельта все равно осталась за байерами. Сейчас мы зафиксируем. Свечу, вот она. Те, кто применяет, ориентируются на свечной анализ. Собственно, вот тело КПД этого дня. Модель-то все равно осталась за байером. То есть И она сохранялась до начала сентября. Ну, здесь видно, что тоже ждут, ждут, ждут среды. И валютный рынок, я думаю, не дернется до среды самостоятельно. А вот в ожидании, в ожидании каких-то изменений. Ну, для спекулянтов, которые не инвестируют на несколько лет, а нацелены на краткосрочный доход. Там, в принципе, нет разницы. Понизят, повысят. Ну, если, конечно, изменят очень сильно, непредсказуемо и неожиданно, это вызовет хорошую панику и, соответственно, сильный импульс. Вот именно это интересно. В среду, а не сама процентная ставка. Нам от нее, как бы, не лучше, не хуже. Не, ну, можно, в принципе, найти какие-то аспекты, когда от нее только хуже. Но волатильность желательно перед новостью. Это и не выходить на позицию там за полчаса, как минимум. Лучше переждать бурю, потом заходить. Так. 6К. Давайте еще 6К сейчас посмотрим. Так, а есть в чате, кто совсем недавно либо использует домой версию, либо есть волфекс, кто использует недавно, там, месяц? Илья. Приветствую, Илья. Если будут такие вот ролики, где простым языком, с простыми примерами будет объясняться, как использовать ту функцию либо тот филлер, нужно такая вот информация, контент. Либо, в принципе, и так все понятно, ничего сложного в платформе нет. Нет. Поэтому, где мы такие вот 대фGAN, ну вот нашелся мастер который сделает такие ролики ближайшее время они будут постепенно появляться и там пилотный ролик будет про то как использовать layout и десктопы особенно пригодится эта информация тем у кого один монитор либо 2 да даже тем кого 4 монитора либо 8 тоже не помешает но просто незаменимая вещь для станции стационарных домашних пк либо ноутбуков так зафиксируем сейчас одну активность тут дабы установить уже так вот этот коридор пока не уйдут ниже вполне еще может даже проявить себя байер мы здесь еще три цены 112 по 155 здесь по вот этой активности которая была под конец августа начало сентября тут коридор плотно суммарно получается по ценам за байерами по этой массивности которая вот сентябре уже прошла здесь на 75 1240 возьмите на заметку ориентируйтесь уровне я выделяю таким цветом как зеленый красный соответственно я уже изначально себе поставил маркировку определенных уровней определенным цветом и для меня нет необходимости там подписывать примеру этот уровень потому что и красный цвет означает сопротивление и зеленый поддержка это для тех кто недавно с нами и вот этот уровень ведь здесь 1400 практически вот на минимуме бросили по 7 тонн 11 6 9 как будто останавливали ну могут и до середины коридора дойти ну на всякий случай присмотритесь если дальше будет продолжаться дельта зашкаливать может в принципе и удержит не имели дело с фалфик с какой стороны подойти подойдите со стороны представьте себе огромный архив за несколько лет не то что тиковых данных а даже объема в каждом тике его маркировка там за 5 не никто инструментах даже более 5 лет хранится вот на серваках тиковые данные которые можно изучать исследовать и ну это уже преимущество перед другими участниками рынка потому что вы более проинформированы сможете с инструментом работать и так это канадский так сейчас я привыкну к нему начните с этого изучить архив посмотрите на инструмент как он вел себя в прошлом модели видность маркировки разные так это у нас канадский так 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 тут мы фильтр сейчас подправим что здесь похоже старые фильтры стоят еще да 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 так из канадского что стоит взять это подтвердилась защита с 77 35 по 77 90 тут две недели была такая массивность даже был маневр прощания с этой котировочкой вот здесь вроде бы все ушли но видите как важно выделять уровни поддержки сопротивления с с точки зрения объемного анализа и и ммм вроде бы вот этот массив да защитили байеры вот здесь видите именно там где была вспышка ликвидности вот не пустили ниже все окей допустим вы прокатились на этом движении взяли какую-то часть этого движения на покупку на покупку подходит к этому уровню через фактически месяц будет он отрабатываться или нет никто не знает но у вас этот уровень выделен вы знаете что там была ликвидная активность и на всякий случай пускай будет вот видите здесь например опять протестили и вернулись на исходную и уже вот только сейчас на этой неделе начали потихонечку прощупывать на расширение выключаем склейку это плохой знак что вот так вот расширяет но расширяют по крайней мере не агрессивно а рынок как бы прощупывает но опять же фомка они ждут его он может там чуть-чуть и даже волатильность увеличить но пока на уровне стоит еще есть шансы если вы в сделке то лучше все таки ограничить риски и не стоять ниже 70 545 40 даже потому что постепенно ведь не получается у байеров контролировать цену с каждой сессии все ниже ниже торговца маркет пока байеров немного но вот ликвидность появилась только сегодня и то и так помпом 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 давайте уже зафиксируем поддержку на заметку 76 по 75 60 это вот прям прям вот 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 решается будет она еще поддержкой Либо же это все уже в истории. Учитывайте тот факт, что порядка 10-8 сессий идет без остановки и снижения. И у байеров не получается создать сильный дисбаланс, чтобы хотя бы коррекцию создать. Пока этого нет, агрессивность за селлером. И более точно в сопротивление 77-30, 3 семерки и 5. Вот массив этот свежий. То есть запросто могут еще раз прийти попрощаться. Вот видите, они по нескольку раз все-таки подходят, прощаются по нескольку раз с уровнем. Но пробили вот эту поддержку. Вот здесь должна была быть защита, ее не произошло. Просто пролетели. То есть, по крайней мере, без особой фальши. Просто пришли, закрылись, на следующий день уже ушли ниже. Все. Долго, недолго мучились. А этот, видите, достаточно коварно сейчас протаптывают. Но байера пока не наблюдается. Сейчас посмотрим по дельте. Может там хоть что-то. Вы знаете, что я вам скажу? Слишком, очень слишком, ровно идет одинаковая ликвидность. Причем, не знаю, с какого периода. Ну, последний месяц можно... Вот. 64 900, 65 800. То есть, ну, округлить 65 тонн. Две сессии одинаковые по ликвидности. 76, 76, 76, 78. Ну, я с осторожкой таким периодом отношусь, когда каждый день один и тот же уровень ликвидности. Видите, либо один и тот же игрок постоянно на рынке, либо это контролирует какой-то более высший орган, либо структура. Возможно, сама Канада, там, Центробанк, может какие-то там еще интереснее организации. Но так три недели подряд идет ровно. Вот тоже, смотрите, видите. Бывает, на российском рынке, на Wall Street Online неоднократно фиксировали, ну, прям, чтобы три недели подряд под линейку. 48, 48. Возможно, специфика, но... Такое ощущение, как будто толпа, вообще, как бы, частные трейдеры, участники отсутствуют. То есть, работает один, либо же два крупных участника, и вот одна и та же ликвидность. Тут прям ровненько 60 тысяч. Да. Итак, Дельта, как видите, снижение, все откупают, и OpenClose. Сейчас, с клику надо выключить, чтобы более... 31-го началась эта вся активность, вот купили, сбросили, снова откупали, и продолжается это до текущего момента. Сейчас мы с клику выключаем. Да, возможно, между собой, возможно, там, пару маркетмейкеров, либо алгоритмов просто создают видимость, работает. Ну, как-то, ну, очень подозрительно. Разные рынки, ну, чтобы цифры каждой к сессии совпадали, ну... А еще, когда даже Дельты совпадают, это уже понятно все. 3.300 и 3.238. Дельта за сессию, за день весь суммарно. То есть, разница между объемом на покупку, ну, агрессоров на покупках и агрессоров на продажах одинаковая с 2 дня. Тут разница буквально там 100 контрактов, может, меньше. В общем, Дельта всю неделю идет на стороне Байера. К сожалению, ничем не могу помочь с рекомендацией. Нет, не собирал статистику по канадскому, не торговал его. Я думаю, чем больше там нефти у них найдется в Канаде, тем там будет укрепляться в канадский доллар сильнее. Чем меньше нефти, тем меньше ее покупают. Соответственно, валюта будет слабить. Достаточно опасно торговать инструменты, которые плохо знают. Я, допустим, канадский плохо знаю. Не только язык, но вообще, как бы, фьючерс валютный. Поэтому могу только вот делиться данными. В общем, цена недели была на Байерах. И, в общем, возьмите на заметочку. И напоследок индекс доллара. Так, это с клика. Так, это с клика. Так, у нас тут вот решающий момент 95.75, 96.15 Через неделю назад тут Ну, не пустили выше 96 Нет слишком аномальной какой-то ликвидности Одна сессия вот 2 сентября 3-4 тонны была на завершение недели Если не получится у них пройти этот коридорчик Собственно Сужается Диапазон у них Раскачки И Выключаем склейку Смотрим чистый контракт Декабрьский Да, еще попросили спросить Где вы смотрите запись Wall Street Online Если не успели На сам вебинар Где вы смотрите На каких страничках В социальных сетях Либо Там закладках На ресурсах Может где-нибудь Наиболее популярные Просто источники Будут Ну, быстрее размещаться Записи И Больше уделяться внимания 95.80 95.95 Здесь Как-то Очень Ликвиденько Поработали Даже Есть 5 тонн Вот 95.90 Ликвидка Давайте Заглянем В душу Самой Ага YouTube И Всех По чуть-чуть Так А вот Собственно Дельта На Сейчас я уберу Вот эту функцию Меня Немножко Она отвлекает С 5 Числа Практически Все Сессии Кроме Вот Обвала 6 500 Контрактов Дельта Индекс Доллара Пытается Контролировать Байер Давайте Выделим Самые Такие Сочные Участки Михаил По поводу Зачем Они Это Сделали Опять Видите Вы Уже Своим Примером Подтвердили Что Гадать Пытаться Понять Почему Они Это Сделали Можно И Даже Можно Какой-то Логический Правильный Ответ Найти Объяснение Объяснение Этому Но мы Никогда Не узнаем Настоящей Истины Это Для себя Чтобы успокоить Свои Свои познательности Интересованность Так Ну Вот 500 355 За этот Период Который Я выделил С начала Сентября Можно Взять Коридоры Побольше Сейчас Возможно Вам плохо Видно Тут просто Прозрачный Такой Профиль Появляется С дельтой Сейчас Я попробую Так Вот Видите То есть Именно Того Участка Который Я выделил По времени И по цене Вот Этот Участок Я бы Рекомендовал Взять На Мониторинг Потому Что Здесь Хоть Не так Много Объема Дельты Но Здесь Плотный Коридор То есть Постоянный Контроль За Байером Здесь По 500 Проскакивает Но Чередуется В общем То Такая Вот Картина Михаил Очень Много На Этой Планете Происходит Абсурдных Вещей И Не Тратите Свою Здоровье Нервы Самое Драгоценное Что У вас Есть Время Здоровье Нервы На Какое-то Правительство Канады Которое Продало Подешевке Нет Ну Видите Активность На Стране Байеров Мониторинг 95 94 6 Будут Поддерживать Или Нет Ну И Дальнейшее Расширение Я Уверен Что Индекс Доллара Тоже Будет Плясать До Среды Возможно Даже В районе 95 По 96 Ну Видите Резко Началась Постоянная Дельта На Покупку То есть И Даже Вот Пошли Пробы Расширить Вот Четыре дня Они стояли Потом Толкнули По Типу Вот Такой Массивности Сценарий Повторяется Байеры Были Здесь Меньше Просматривались И Даже Вот Тут Были Их Потом Скинули Вот В Случае Если Возвращаются На 95 Прям Понедельник И Агрессивно И Волатильно Вот По Типу Такого Варианта Отложите Покупки Точно Как То Очень Опасно Это Все Происходит Если Будут Сдерживать Не Выше То Есть Не Ниже 95 В Идеале В Понедельник Пробить 96 Было Самый Раз Чем Дольше Они Затягивают С Пробитиями Тем Слабее У Байеров Позиция Возможно Прощаются В любом Случае Если Уходят Ниже 95 Покупки Пока Стоит Отменить Вот Вот Такие Вот События Бренд И Лайтсвит Еще Хотел Спросить Кто На какую Нефть Ориентируется Больше всего Есть Бренд WTI Есть Лайтсвит Крут Оил Какую Нефть Вы Мониторите Котировку В Марке Коин Бренд Не Бренд А Нефть Бренд CL Бренд 50 На 50 Так Третью Неделю На Бренд Идет Неуверенность Пока В коридоре Так и Стоят Но В общем Либо Я Как-то По-другому Смотрю На рынок Либо Мне Уже Нужно Отдохнуть Сегодня То же Самое На канадском Прямо Под линейку Ликвидности Здесь Лесенка Такая Но Ликвидность Тоже Кстати Под линейку Да В общем Давайте С клику Посмотрим Были ли Такие К сожалению Миша Уже Все У меня Уже Во-первых Немножко Горло Болит Уже Час Сорок Задержался Тем более Мне уже Начинают Звонить Так Это склейка Нескольких Контрактов Как видите Обороты Сейчас Идут Выше По сравнению По сравнению С Предыдущим Периодом Давайте Возьмем Даже С марта Это раз Во-вторых Да прощались 50 и уже неоднократно здесь с июня могут и до 44 до толкать и до опек могут раскачивать завлекая как бы в волатильность все больше участников особенно зевак и ликвидность видите идет ровно соответственно ждем процентную ставку в среду и потом на опек если есть какой-то инсайты из объект делитесь размещайте на фейсбук сообществе волосы тона либо google плюс слухи какие-нибудь догадки все интересное обсуждается так населись по дельте торник среду так ничего даже тут по поработали байеры порядка двух тонн вот недавно было этом начале сентября и как видите проявлением байеров все сильнее и сильнее здесь вот чуть-чуть совсем поработали смотрите что натворили развернули там 42 и коридор мы этот по дельте зафиксируем там сильный дисбаланс был спрос приложения и срок два с половиной так и собственно идет снижение но пока снижение идет у нас больше работает байер соответственно и тут был тоже период за байерами на макс неделя закрывается на минимуме и даже на дельте на покупку вызывает сомнения в общем это активность похоже что не особо там и хотят шортить пока возможно даже до опек будет неопределенность ну снижение на пульсовой дельте точно пока временно не к сильным продажам интересно что ликвидность 270 тонн оборот сегодня а процентный перевес 0 спал полпроцентом вот здесь три процента 20 здесь два восемьдесят три с половиной сегодня из этого всего ликвида только полпроцента перевес на стороне байера а вот здесь был огромный перевес и смотрите что с волоской пошел 13 процентов перевес на стороне селера здесь 10 а здесь полпроцента ну ни о чем в общем пока сильно не упадет дисбалансировка в общем хороших выходных спасибо что пришли смотрите на youtube на facebook запись ставьте свои отзывы лайки и жду в среду на открытом вебинаре про дельту на моекс всем спасибо попутного тренда берегите себя и теплых деньков бабе летом до свидания пока 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 я ну и Продолжение следует...